Ну что, я предлагаю решать домашнее задание, потому что у всех были проблемы, особенно с нашумевшей задачей про гусей, прям, оптимая боль про этих гусей. Кто хочет попробовать или все же решили? Ребят. Кого гуси еще не долетели? Кто хочет? Нет, ну так тоже неинтересно, ходить на воркшопы, молчать. Может меня не слышно? Нет, слышно, просто гуси у всех, наверное, прилетели. Прилетели? У кого не прилетели, их нету на митинге. А, ну классика жанра. Окей. А у кого какие задачи? Или все, кто здесь на митинге? Пару гусей я послал по почте. Так что должен долететь. Хорошо. Так. Примодан. Или у всех решили все из домашнего, в принципе. У кого такой красный вентилятор? Хорошо. Значит, решаем задачки не в домашке. Давайте. Размерные задачки популярные. Восьмое седьмое. Волокодворс. Ну, кстати, дать задачу из интервью в Intel. Я тут. В Intel дали задачу. Будем решать, нет? Покажи экран свой. Будем решать. Да, я тоже не вижу ничего. Я еще и не шарил ничего, ребят. Я думаю, что кто-нибудь расшарит. Я скажу условия задачи, и мы решаем. Да что, все домашку решили? Я так понял, что да, раз все молчат. Четыре раза перескат. Я, наверное, тогда не решила. Можно тогда? Давай. Давай, да. Хорошо. 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 Были вопросы, мне, в принципе, из этого пытались объяснить, но я так ее и не решила. Про волка в воричьей шкуре. Как мы его читаем, и так я до него и не дошла. Давайте я, можно, на всеобщее позором буду решать ее. Каким позором? Ну, не знаю. Все решили, я не решила. Значит, буду это отдувать. Задача была о том, что если волк у нас в краю, ему нужно сказать, иди прочь, а если он в середине, то нужно сказать, овца под номером каким-то, которым рядом будет с волком, приготовься быть съеденной. Я пыталась составить и циклы, и, не знаю, функцию я сюда не смогла вставить, поэтому, наверное, надо с чистого листа или переделывать. Можем сейчас с чистого листа, но, кстати, пару моментов укажу. Если ты template string пишешь, как бы, подожди, если ты template стринг пишешь, я вам тебя увидел, то в template string, в фигурных скобках, ты записываешь просто тогда число, если ты хочешь, чтобы тебе выявилось число. Смотри, 30-я строка, 30-я строка, это просто что бросилось в глаза сразу. Ты пишешь? Да, 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 ты пишешь, ой, ship number, и вот этот number, тебе не нужны здесь квадратные скобки, ты просто в фигурных скобках, ты здесь пишешь просто номер. И правую, правую квадратную тоже. Одну удалила, вторую забыл. Вот так. То есть ты просто записываешь. Наверное, я тогда сейчас взяла збинку. Откуда, чтобы... Угу. 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 Она помогла. Я скопирую. Дальше я помогу, что нужно это создать. Которую мы будем записывать результат взврата. Тут у кого-то микрофон фонит. Я сейчас отключу микрофон. Я прошу прощения. Также мы создаем цикл, который будет бежать и перебирать данные, которые овца или волк. Все правильно. В условии было задано, что array мы должны читать заданно вперед. Поэтому здесь мы пишем обычный цикл или мы его переворачиваем, чтобы он шел с обратной стороны. То есть, array будет не от единицы, а от длины. Ну, если прямо в условии сказано, что надо читать от обратного, да? В условии было сказано, что мы находимся вот здесь. И то есть, надо считать как в обратную сторону. Цикл переворачивать в данном цикле? Ну, окей, да, мы можем вернуть. Да, все отлично, только у тебя длина от array идет. А не все отлично. Сори, Светлана, я вас выключил, потому что очень сильный шум. Шум. Я тоже чувствую. Так, я стараюсь оперативно выключать микрофон Светланы. Так, смотрите. У нас сначала идет array, а потом мест, который мы к нему используем. То есть у нас идет qwer.length. Не length.qwer, а qwer.length. Потому что мы ищем длину от чего-то, а не что-то от длины. Ага. Так, отлично. Синтаксис – это мелочь. Это выучиться. Главное пошагово логику понимать. Окей. Ну, минус один мы пишем, чтобы каждый цикл был с минус один. Или это мы сейчас обрежем последний элемент за единый минус один? Нет, все правильно. Так как у нас счет начинается с нуля, а не с единицы, то наш последний индекс как раз таки и будет равен длине минус один. Ну, бы нам сразу не воспользоваться функцией reverse. Потому что… Вы потом расскажете второй раз этот самый. Как делать? Потому что… Вот так. Как бы… Ну… Нет, 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 нет. Нет, не здесь. Все было правильно. А, все было правильно. Минус one и последний элемент у нас будет ноль. То есть мы идем до того момента, пока i не станет равно нулю. Так, что ему не нравится? Может уже идти кого-то. После этого, ментальный элемент у нас может быть меньше или равно? Как-то больше. Но это не от этого зависит. Нет, смотри… Честно. Больше или равно тогда? Не меньше или равно? То есть смотри, объясню логику. У тебя сейчас твой i будет уменьшаться на единицу. То есть надо было 5, потом будет 4, 3, 2, 1. И ты говоришь своему циклу, работай, пока у тебя i не станет равно, пока i у тебя больше или равно 0. То есть оно у тебя будет работать при 4, при 5, при 3, при 2, при 1, при 0 сработает, потому что это больше или равно 0. А когда у тебя станет минус 1, то у тебя уже цикл не сработает. То есть ты своему циклу здесь говоришь, до какого момента работать. И раз у тебя цикл идет от конца в начало, ты отнимаешь каждый раз по минус 1, то у тебя i должен быть все время больше или равно 0. Не меньше или равно 0, а больше. В принципе, логика. Логика, понятно. Спасибо большое, что еще раз мне это все объяснили. Я думаю, мне это очень пригодится. Только все равно. На третьей строчке ошибка. Ты сейчас пытаешься вести цикл. Ну, как бы с конца идти. Да, все правильно. Ты идешь с конца в начало, но ты пишешь, что ты говоришь своему циклу. Вот видишь средняя часть цикла, которая посередине, i меньше или равно 0 у тебя. Ты говоришь, работай, пока i меньше или равно 0. Но i у тебя всегда будет, ну, почти всегда будет больше или равно 0. А больше. Да. То есть он у тебя цикл просто не сработает. Вот. Теперь ты говоришь, работай. Работай, пока i не станет 0. Все. Так. Это понятно с циклом этим? Так. Теперь нам нужно что в этом случае выводить? То есть нам нужно будет вернуть, или здесь сразу условие написать, что если у нас переменная будет волк, то есть нам нужно будет, если волк самый крайний, то нам нужно будет говорить. Так. Все правильно. Сейчас просто прописываем условие. Если. Я здесь писала, что если элемент арея будет равен волк, то есть мы вот так можем сказать. Если будет волк, то нам необходимо, но нам нужно еще второе условие, чтобы определить его местоположение, потому что в зависимости от его местоположения у нас будет разная репрессация. Отлично. Так. И какое второе условие у нас? Что он должен быть с краю, то есть месторасположение. Я писала о том, что типа равен единице, ну как бы место, да, то есть указывать, но это неверно указывать. Вы пишете не место, подождите, посмотрите, вы здесь пишете, что у вас не место равно единице, а сам элемент, верните, пожалуйста, назад. Я покажу вам, что, видите, вы тут пишете все правильно, логика правильная, но это записано чуть не так. Вы пишете, если элемент равен волк и элемент равен единице. Вы, ну, вы спрашиваете, не индекс равен единице, а именно элемент, потому что qr с индексом i. И у вас не может быть такого, что элемент равен одновременно и волку, и единице. То есть вам надо записать, что элемент равен волку, а индекс равен единице. Элемент равен волку, а индекс, то есть без кавычек. Да. А quiet? Нет, quiet. Просто индекс. В кавычках, он в квадратных кавычках будет индекс. Нет. В квадратных кавычках. Вот так вот. Да, 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 все правильно. В квадратных кавычках, ну, только ноль, потому что... А, да, а из нуля начинает. Так, стоп, подождите. Мы с конца идем. А, так, тут без разницы, кстати, с конца мы шли или сначала. Все равно не нулю будет он равен, а по последнему элементу в массиве. Длине, да, длине? Да, длине минус 1. То есть тут даже было без разницы, сначала мы идем или с конца. Ага, то есть он вот этому будет равен. Да, 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 да. Все равно массив не перевернут, и все равно его индекс остался тем, каким и был. Длина минус 1. Окей, это не страшно. Страшно, то есть в какую сторону идти массивом, это разницы не имеет. Окей, отлично. Так, по поводу квадратных скобок. Квадратные скобки пишутся, если вы хотите обратиться к какому-то элементу в массиве по этому индексу. То есть вы говорите, что я хочу взять этот массив и обратиться по этому индексу к какому-то элементу. Тогда вы вызываете массив с этим индексом в квадратных скобках. Если вы хотите просто взять индекс в сравнении с чем-то, то он пишется как обычная перемена, как обычное число. i равно там. То есть квадратные скобки указывают на определенный. Квадратные скобки указывают, что вы берете какую-то либо строку, либо массив и хотите вызвать какой-то элемент под этим номером. То есть вы туда вставляете в эти квадратные скобки просто какой-то номер. И так получается, что это наш индекс. Мы вставляем в эти квадратные скобки номер. Мы хотим вызвать элемент под этим номером. А если вы хотите проверить сам, какой индекс, то это как бы и есть обычный номер. Вы просто его вызываете как переменную. i равно. Без каких-либо скобок, без каких-либо дополнительных ухищрений. Это просто число. Индекс это всегда просто число. Вызываем просто как переменную, i равно там, чему-то там сравниваем и все. А если уже обращаемся к элементу массива, то array и нам нужен элемент, который находится под вот этим номером. И мы вставляем в эти квадратные скобки номер, под которым находится наш элемент. Вот как это работает просто. Спасибо. Я пыталась здесь поставить перевернутые кавычки, чтобы указать здесь номер. Да, это как бы… Это правильно? Да, это правильно. Это очень неплохо. Я, правда, не уверен, учили ли вы уже эти template-стринги, но это… Пару раз вроде как показывал. Так, и теперь нам нужно после этого всего вернуть результат. Правильно? Да. Нет, смотрите, вы уже вернули результат. То есть, если у вас волк там был где-то там, то вы вернули. Видите, у вас уже есть return. То есть, когда у вас сработает один из if, у вас уже будет return и на этом функция все прервется, она остановится. Он проверит, что волк есть, он в конце, если да, все, он выведет типа… Ага. И шибка во втором if. Шибка? Да, Валь, ты проверяешь опять… Валь, тихо, тихо, тихо. Так, какая ошибка? Ну, надо тоже длину считать. Ну, по аналогии с четвертой строчкой. Нет, нет, нет. По аналогии с четвертой строчкой. Вы… Вы здесь сравниваете просто индекс? Ага, 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 ага. Сейчас, секундочку, секундочку. Угу. Все, отлично. Вот что-то… Хорошо. Давайте попробуем вызвать. Ну, что оно там… Почему под номером 0 написала? Потому что у нас отчет начинается с какого номера в программировании? Ну, с нуля, но… Если мы считаем, это будет первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. То есть у нас по логике должно быть седьмая автор. А он у нас считает, получается, все равно не с конца. Да, потому что массив-то мы не перевернули. То есть я же говорю, от того, что мы пошли с конца по аррею, индексы-то в этом арреи не поменялись, поэтому здесь можно было идти либо с конца, либо сначала ничего бы не изменилось. Вот это вот не имело значения. Да, это не имело значения. Можно было также пойти с нуля и до конца длины. То есть там неважно, с какой стороны мы идем, если индексы у арреи все равно остаются теми же. То есть у нас арреи есть, он одинаковый, и индексы у него останутся, с какой бы стороны мы на него не посмотрели. Хорошо. То есть это будет правильное задание, что будет цифра 0? Нет. То есть здесь нет. Нам надо теперь подумать, как вот в эти фигурные скобки, как правильно записать сейчас, чтобы вывело правильные элементы. То есть все правильно, все работает, кроме вот… Надо вот здесь подумать, что надо записать в фигурные скобки. Давайте фигурные скобки, правильно? Ну, фигурные скобки остаются, здесь все нормально. Ну, вот здесь. Да, 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 да. Что-то связанное с длиной минус 1, получается. Да, 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 да. Может быть, quiet в квадратных скобках i точка ls минус 1? Тогда вы… Подождите, я сейчас объясню, что вы тогда вызываете. quiet в квадратных скобках i, то есть вы берете… Какой-то элемент… Какой-то элемент нашего array вы берете, то есть, например, ship. Вот, например, у вас i равно 1, и, значит, вам попадается ship. И потом вы берете от этого ship еще длину. То есть вы берете не длину array, а вы берете длину строки. То есть, когда у вас quiet точка ls, вы берете длину от array. Например, когда вы уже пишете quiet в квадратных скобках i, то вы сначала выбираете какой-то элемент из этого массива, а потом берете длину этого элемента. Но вам это не надо. Вам нужна именно длина массива. Просто quiet dot length. Если мы просто quiet напишем… Как оно определит… Все равно мне кажется, что сюда надо индекс i поставить еще. Да, надо, надо. Но как его… Куда именно поставить? Массива минус i. Подсказывают правильно. Их минус i? Да. Вот тут минус i? Угу. Вот так? Да, но я не помню, там минус единица еще нужна или не нужна. Запустите, посмотрите. Можно будет посчитать. Восьмой. А у нас он… Седьмая. Седьмая. Значит, еще минус один нужно. То есть, как было quietLength, то есть, что мы делаем. Мы берем последний элемент массива, как вот мы записывали quietLength минус один. И отнимаем от него текущий элемент i. И таким образом, ну, как текущий элемент i мы отнимаем, мы отнимаем текущий индекс. И таким образом, отнимая от длины текущий индекс, мы как будто считаем с другой стороны. То есть, надо посмотреть, написать над каждым элементом номер. Посмотреть, как это все выглядит. Вот так на словах это… Но это все работает. У вас было все правильно. У вас логика была абсолютно правильна. Только немножко с синтаксисом была проблема. Надо… Сереж, ну, в чате были замечания о том, что эту функцию можно решить с встроенными, да, функциями и не писать цикл. Можно тогда я, если никто не подращает, еще попытаюсь ее через встроенную функцию тогда решить? Конечно. Отличная идея. То есть, нам это нужно. Но, опять же… Устроенные функции созданы просто для удобства, для того, чтобы короче, решать быстрее. Но самое главное, как бы, это понять логику, как решать задачу. Синтаксис и функции, это вы потом запомните, это выучиться. Главное, именно понять логику. У вас логика была абсолютно правильна, но были просто синтаксиси и ошибки, поэтому оно не работало. Хорошо. Если нам необходимо использовать функцию, встроенную функцию, которая будет считать. Вот с нуля мы проходили эту функцию, вот мне необходимо, как мне определить, какую из всего разнообразия функции использовать? Ну, обычно это делается просто тем, что мы открываем MDN этот сайт, перебираем все функции, смотрим, что нам может подойти. Ну, либо тот список, который вам Артур давал уже, какой-то список, в принципе, да? Да. То есть, вот мы просто так заходим и в каждую заходим и читаем. Да, да. Примерно так я и начинал, да. Ну вот, отличная функция indexOf. Array indexOf. Как раз то, что мы делали. Мы искали индекс и потом возвращали строку вместе с этим индексом. Поэтому как раз... IndexOf. И в indexOf мы указываем условия. Да. Что нам необходимо. Ну, не условия мы указываем, а элемент мы прописываем, который мы ищем. В нашем случае что мы ищем? Длина... Длина... Это... Волка. Волка. Все правильно. Волка мы ищем. Значит, мы пишем сюда волка. Как строка ее, да, пишем? Да, да. Это string. Все верно. И если он... Тут же тоже как бы, ну, не просто волк, но он это найдет и... Он найдет. Все. Теперь у вас в переменной res, result, хранится индекс вашего волка. Ну, и теперь вы точно так же можете через if else записать. Если if res равна... Угу. Так. У вас в res сейчас как раз таки индекс. Волк. Индекс волка. Нет, не волк лежит. У вас лежит индекс, под которым находится волк. то есть он у нас... Индекс вот этот, который вот в длине вот это, да? Да. История i у вас сейчас находится в результате, да. То есть если результат равен... 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 Нет, не quiet. Равен... Равен нулю. Потому что если он у нас от нуля, да, находится... Если он у нас равен нулю... Нет, раз таки массив, то у вас остался точно такой же. У вас массив точно такой же, как в предыдущей задаче. Поэтому, в принципе, все остальное остается таким же, вы просто свой цикл заменили на индексов, все остальное у задачи осталось такой же. Что делают встроенные функции? Они не делают какого-то нового решения, не придумывают, они просто заменяют базовые какие-то элементы, тот же цикл, либо еще что-то, но обычный цикл, на более упрощенный такой вариант. Но суть задачи, суть подрешения, они не меняют никогда. Так, подождите, 20 строчка, посмотрите, правильно ли у вас все возвращается? Нет, 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 сейчас, секунду, я еще копирую минутку. В рез минус 1, потому что у нас array же с нуля начинает. У вас хранится только индекс, переменная i из прошлой задачи. Значит, длина минус результаты минус 1. А, правильно, да. Спасибо большое, волшебство. Логику не выучишь, логику, если поняли, то все уже, 90% сделано, все остальное можно выучить. Не хватает чего-то, вроде и логика, понимаешь, как это ааа. Окей, отлично, так, кого-то еще и задачи. И остальные решили? Ладно, я злоишник. Остальные просто стесняются. Можно, тогда еще один вопрос по поводу... Да, давайте. Если никто не хочет, будем даже тратить время. Я спросил, значит, не особо говорят желания. Слушайте, мой хриплый голос. А? У меня есть пункция, которую я нашла, которая будет преобразовывать. Я вычитала, что она преобразовывает. Но она мне выдает почему-то только первый элемент. Вот только вот эту часть. А 2.2 и 3.3 она мне не выдает. Я пробовала вот здесь уже поставить запятую, якобы разделяяя. Это не помогает. Пыталась добавить сюда еще функцию map, которая, не знаю, я тоже вычитала, что она должна помочь. Что вы хотите разделить именно? Здесь нам необходимо в условии задачи с array строки, вот получается, в кавычках, нам нужно преобразовать в array. То есть от строки до array. В array строку перевести в array номер. Так как бы у вас... Стоп. Array строк в array номер. Но вам здесь сплит не нужен, в принципе. Вот у вас отличное решение было циклом. Оно же работает, правильно я понимаю? Ну вот опять же мы же функции включаем. Вот я же с функциями пытаюсь разобраться. Ну хорошо. Для функции map. Здесь подойдет map. Map все-таки. Да. И в кавычках... Здесь кавычки для map. Если понужно кавычки. В скобках мы пишем просто... Это уже функция с callback, то есть... Смотрите, сейчас объясню. Возвращенный... Измененный array. Он возвращает измененный array. Да, он возвращает измененный array. Ну для простоты... Тут можно написать просто элемент, да. Это любой... То есть элемент, это как вот ваш текущий элемент. Трелочка, плюс элемент. Плюс элемент. А, элемент плюс элемент? Нет. Вот. Не так, не так, не так, не так. Просто плюс, вот здесь вот плюс элемент. То есть таким образом... Так? Да, верните как бы назад. Ну, уберите space между класс и элемент. Что вы делаете в этой стройной функции? Вы говорите, бери вот каждый элемент из моего array и превращай его в число. То есть он берет каждый элемент и превращает его в плюс элемент. Это вот, как видите, как у вас на 12 строчке, вы делали плюс x и t. То есть вы переводили из строки в число, используя пласт перед значением. Видите, да? Ну, вот это, да? Да, да. Вот это знак пласт. Все правильно. Так и здесь вы говорите, бери каждый элемент из моего массива и переводи его в число. Все. И как бы вот запустите у вас. У вас будет ошибка. Так. Такие ошибки мы передаем не array, а три разные строки. А, да, вот и ошибка. Спасибо. В array это все поместите, три строки ваши? Да. Да. Квадратные скобки возьмите. А в условии там, именно в React было, и в квадратных, и без квадратных скобок. В React сейчас найду задачу. Нет, гляньте. А вот здесь, где вот у меня сейчас выделено тест. Это название. Это название теста. Это просто название теста. Ваш сам тест, там, где написано assert. Это просто название теста. Вот они решили назвать его running to number. И там с этими циферками, это название теста было. Это не само содержание. Это не само содержание. Хорошо. Спасибо большое. Так, я не объяснил. Не успел объяснить про это. Пошел, открыть еще раз? По этому движению можно более просто и более очевидно через map применить функцию number, чем элемент плюс. Ваши функции элементы. Что мне нужно? Я пытался объяснить хотя бы примерно как работает map, что внутри map есть еще функция, которая показывает взять каждый элемент и применить к нему какое-то действие. А если мы впишем number, то в принципе вообще теряется смысл этого map. Ну, даже непонятно, что этот map вообще делает. Ну, в принципе, да, можно было просто в скобках написать слово number. И оно бы... Да. С большой, с маленькой буквы или не имеет значения? Я не помню. Кто помнит? Я просто... Кто? Я всегда через стрелочек просто рисую. Потому что... Ну, это более общий вариант. То есть мы берем и записываем туда какую-то функцию. Берем каждый элемент и выполняем с помощью этой функции с ним какой-то... Функция в функции получается. Да, 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 да. Работает. Веса. Спасибо. Так, у кого еще? Какие вопросы? У меня есть вопросы, но мне сильно понятелефон. И... Какому-то я не знаю, как я смогу подключиться. У меня вопрос по функциям ключ. Она бежит до первого сходства. И как заставить ее бегать? Ну, циклом до последнего до конца строки, скажем. Или массива. Чтобы она работала. Про полиндромы, я же хотела спросить. Как мы про любые функции использовали у нас в тестах стринги, числа и символы. Не понимаю, не смогла разобраться сама. И по работе с отрицательными числами нажала объяснение, там что-то через математический максимум. Вообще не понимаю, как он работает. Окей, давайте в порядке. Первым... Я отключу, что-то не поняли. А вы можете отключить телефон, например? Я так понимаю, у вас подключился и по телефону, и по компьютеру. Если вы отключите телефон, то все нормально должно. Отключил. Окей, ну давайте расшарьте экран, давайте посмотрим этот... Воду метода инкутс. Ну как открыть к нему доступ? Тут есть два квадратика таких, совместный доступ к экрану. Я нажала, на них не хочет что-то. И выберите экран теперь. Что надо выбрать? Экран, то есть вы нажимаете совместный доступ к экрану, и у вас появляется окошко, где надо выбрать экран отдельный. И выбирать самый верхний. У меня написано, что предоставлено доступ к полгогу. В какой конкретной задачи вы... Просто нужно контекст знать, для чего вы хотите инкутс использовать. Уже не помню, я понадкрывала тут задачи. создайте функцию, которая считала количество вхождений элемента в стринг. да, ну здесь нам тогда инкутс в принципе вообще не подходит, потому что когда нам надо считать, сколько элементов в массиве, инкутс не подходит. Инкутс нам может только сказать, есть у нас этот элемент в массиве в принципе или нет. И индекс софт то же самое. Он может сказать, есть ли элементы, выдаст нам первый элемент. И last индекс софт то. для подсчета букв в какой-то строке, для подсчета элементов в массиве эти три метода не годятся. Они просто по факту знать, есть ли такой элемент в массиве или нет. Все, больше не поэтому здесь улучшить метод фильтра. даже может быть комбинация будет. Раз, так и просто метод фильтра. Окей, да, return a stair filter окей. И работает он так же по аналогии с мэпом. То есть мы в скобках. Открываем скобки. мы говорим берем каждый элемент массива. Вот как в мэп мы делали. Берем каждый элемент. Стрелочку. Нет, наоборот. Это знак будет полерно, она может стрелочка. И теперь мы говорим там мы просто каждый элемент переводили в число. А здесь мы должны проверить наш элемент равен этой букве или нет. элемент равен да. Все верно, отлично, только латтер с маленькой буквы, наверное. Все, теперь он нам отсортирует и создаст новый массив, в котором будут храниться только буквы, которые были равны вот а, фильтр он же не работает со строками, надо перевести еще. Да, нам надо стринг ввести в array. У нас был метод сплит для этого. И почем мы разбиваем ну этот сплит как работает? Мы скобкой записываем по какому элементу разбиваем. в нашем случае это пустые кавычки. Все верно. Теперь у нас есть массив элементов, потом мы его отфильтровали. Не, 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 все под настройку. Что мы сделали? Мы взяли строку, разбили ее на array и потом этот array мы отфильтровали так, что в нем остались только те буквы, которые нам подходят. То есть либо буква O в первом случае, либо буква L во втором случае. То есть у нас остался массив одинаковых букв. И чтобы посчитать количество этих букв, просто взять длину от этого массива отфильтрованного, в котором хранятся только нужные нам буквы. Нам надо от этого всего просто взять еще раз длину. Так мы уже написали return. Нам надо result теперь считать? Не, не, вот прямо в return, после фильтра еще один dat и просто length. Записать длину получившегося массива? Да, да, да. Вот мы получили дат, лэнгс, да. То есть этими махинациями мы сначала разбили строку на массив, потом отсортировали массив так, что в нем остались только нужные нам буквы. буквы L, например, у нас остался массив из двух букв L, а потом мы взяли длину от этого массива, и у нас длина равна двум, и значит как раз-таки только две буквы находились в нашем слове hello. Так, а длина считает, а, все правильно, это индексы с нуля. Индексы с нуля, а длина как раз-таки считает количество. А я считала через true, я думала так же можно true посчитать, один true, два true, три true. Один true, два, не, я говорю include, он просто показывает, есть ли или нету, если есть, значит есть, если нету, значит нету, количество true тут не посчитаешь, просто по факту говорит, вот даже у нас если будет пять букв L, он нам скажет, ну, буква L здесь есть, и все, ну и он прав, буква L есть, да, буква L здесь есть. Сколько их, это его как бы не касается. А вот фильтр как раз, фильтр мы проходимся и сравниваем, этот элемент равен нашей букве, которая нам надо или нет. Если равен, мы вставляем, если не равен, мы выкидываем. Все. Окей, запускайте. Просто в голове нет еще этой сводной таблицы. Кто что делает? А, это мое true. Я, может, закомментировала неправильно? Лэши не поставила, ты не закрыла пятую и седьмую строку. Да удалите просто это. Спасибо. Я просто еще закрою. Если вам это... У него. Удалите. Если вы хотели решить цикл, ее можно точно так же решить через цикл. Проходить по каждой букве и сравнивать. Если буква равна букве, нужной нам, то результат плюс один дел. И все. И в конце вывести результат. То есть точно так же. Просто надо найти... Пройтись по каждой букве, как делает фильтр, и сравнить. Текущая буква равна, нужной нам букве или нет. Если да, то добавить результат. Логика остается та же самая. Проходить по каждой букве. У нас цикл это делает фильтр. В данном случае. Хорошо. Вот я в палиндроме запуталась. Палиндром. Если можно. То есть вот тут по тестам, если посмотреть, то нужно проверить, палиндром или нет. Строки. Числа. Знаки. Символы. Но знаки и символы это тоже строка. То есть у нас два типа данных. Это строка и число. И значит... Ну число мы не можем перевернуть, например, чтобы проверить. Какое же оно или нет. Можем так же, как что. Просто, если нам пришло число, перевести. Мы можем проверять, есть ли type of, который к нам пришел. Вы так уже сделали. Вы сделали toString. ToString только с маленькой буквы. Буква T. Буква T. ToString. Сплит, реверс, в джойне, так же, как и в сплите, вы вставляете элемент, который будет находиться между вашими символами. Если вы ничего не вставили, там будет запятая стоять. А нам запятая не нужна. Нам нужна пустая. Нам нужно, чтобы ничего между ними не стояло. Отлично. Вот. И теперь, вот этими манипуляциями, у вас, вы перевели в стринг, разбили, развернули, сложили обратно. Теперь у вас есть развернутая строка ваша. И вам надо сравнить. Если эта строка равняется вашей изначальной строке, то true. Если не равняется, то false. Так, if x равно, только не результат, а в начальной строке. Вы сравниваете с изначальной строкой. Вы проверяете, перевернутый вариант строки равен начальной строке или нет. А так все правильно. Все, должно все работать. Бум. А, toString это функция с брейсерами круглыми скобками. А как вы это прочитали? Написано line toString.Split из ноты function. То есть он сплит не может взять от предыдущего этого нашего значения от line toString. Значит, мы что-то в line toString сделали не так. И как бы я вспомнил, что toString это как бы метод, а методы всегда с круглыми скобками. Вот. Когда мы это запомним? Когда-нибудь. Хорошо. тут как бы ничего, это просто запоминание. Когда вы будете много раз такое делать, 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 задачу 50 решитесь таким же методом, то вы его наизусть будете. Такой че наш. Хорошо. Вот это ошибка. Это третья ошибка, да? Третью строчку неправильно, да, он считает? Нет, не третью. Это не знаю, что это такая. Да, кажется, неправда. Да, смотрите. Сделайте консоль лог перед перед let x. Перед let x сделайте консоль лог и вы видите слово, ну, вы видите переменную в line. Нет, не тут, у вас же, подождите, у вас функция, в круглых скобках аргумент, а в фигурных скобках уже тело функции, а вы сейчас пытаетесь что-то записать между круглой скобкой и фигурной, там ничего нету между круглой и фигурной. Окей, вы можете здесь ввести консоль лог. Консоль лог, line туда вписывайте, чтобы посмотреть, что именно нам приходит. Посмотреть, что за число проходит, это число либо строка, там не срабатывает. Еще раз, рано. Остальное документировать? Нет, 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 все, остальное пусть остается. Так, нам пришло число 12321, и нам почему-то выдал фолсон. Сделайте не 3 равно, сделайте 2 равно. По типу данных сравнивать? Да, он сравнил по типу данных, нам пришел намбер, а мы развернули и сделали из него стринг и сравниваем, и 3 равно как бы вот не проходит, но если это будет 2 равно, то он не будет смотреть на тип данных и сравнит. А почему по следующей строке тогда он считает там тоже число? В смысле в последующей строке? Ну вот в тесте, если смотреть, вот 12321, 123456. Потому что там фолс, то есть фолсон по-любому выдал фолс, ему понравился ответ. Там даже он и не палиндром, и не стринг, то есть он по двум критериям выдал фолс, он увидел фолс, и ему это подошло. А здесь он ожидал, что будет true. Нам выдал фолс по типу данных. И во втором случае нам скорее всего тоже выдал фолс по типу данных. Но ему было все равно. То есть тесту все равно он ждет фолс, и ему не важно как мы этот фолс колутим. Понятно, просто еще в голове не до конца представляю всю эту линейку функций. Ну я вот начал тесты понял только может когда курс закончился. Не, на самом деле я их понял когда мы начали уже писать. Когда вы тесты начнете автоматически писать, там они будут очень такие. Поэтому у вас прям пелена сглаз спадет когда вы начнете автоматические тесты писать. Там вам этот тест расскажут и прям все сразу понятно станет. Будем надеяться. Просто все сразу ловить. Ну то есть сунуть. сглаз окей. Хорошо. Хорошо. И последний вопрос? Включай. Нет, у меня еще есть вопросы, но я думаю, ребята, есть что-то спросить. Если никого не будет, я зайду еще раз или спрошу. Ребята, тут три минуты осталось. Если есть реальный вопрос, то лучше спросить. Если нет, то мы лучше значит нет. Светлана. У меня вопрос был, даже не знаю, что лучше. Вы хотели что-то рассказать вначале, потому что вопросов тут не разобраться. Поро отрицательные значения. Я разбиралась, то есть нам надо, чтобы в результате не было отрицательных значений и исключили их, используя математический максимум. Я стала про него читать, но я не поняла, как он работал в данном случае, как он исключает отрицательные числа. Можете показать контекст задачи? Контекст задачи? А, ну, либо так, скажите, у нас есть арей, например, в нем чисто там смысл был такой, подъехал автобус, умещает 10 человек, в нем есть 5 человек, на остановке 10 стоит. Сколько человек вместится в автобус и сколько там останется? В общем, решение было так, дословно. математический максимум и в скобочках что там было в скобочках например, а плюс b минус c точка запятой ноль. То есть если в автобусе остаются места, значение получается минусовым. И вот в этом случае надо вернуть ноль. как работает максимум. Да, математический не работает. Вот таким образом. Ого! Давайте экран расшарим. Видно мой экран, да? Угу. максимум работает просто до безумия банально. Мы просто пишем сюда два числа и оно нам вывозит максимальное их нить. То есть в вашем случае, в случае той задачи у вас были какие-то числа let a равно 2 let b равно 3 допустим let c равно 4 Чтобы заморачиваться не будем. И и он и вы тут вписываете a минус b минус c и здесь ну. То есть это он у вас считает как за одно число. a минус b это уже минус 1 и минус 4 минус 5. И он сравнивает. Что больше минус 5 или 0? И если 0 больше он выводит вам 0. Он вывел 0. Видите? Если бы здесь было например 0 и 0 то есть это 2 минус 0 и минус 0 остается 2. То есть 2 больше чем 0 он выводит вам 2. Это безумие простой метод. Просто вы вставляете сюда 2 числа и он выводит то число которое больше есть. То есть вот эта запись не важно какая там будет произведение или еще что-то это просто одно число с которым он сравнивает с нулем? Да то есть до запятой это одно число не обязательно здесь 0 здесь может быть любое другое число не обязательно должно быть 2 их может быть может быть много оно будет это находить вам самое большое из них. Если у вас там идет какое-то вычисление а минус б минус ц оно его посчитает а потом оно будет считать его как одно число какое-то оно найдет здесь результат и это возьмет как одно число то есть у нас есть 2 8 и она нам выводит 9, потому что она сама большая. А если мы сделаем вот так, допустим, то у нас уже наша двойка, 2 минус 0 минус 0, она станет самой большой. Она нам выведет нашу двойку. Результат от A минус B минус C. То есть получается, через магический максимум можно все задачи решать, которые на сравнение с какой-то величиной? Индекс, вес, масса тела какой-то считали. Да, можно также решать с помощью максимума и минимума задачи, в которых просят найти максимальное число в Array. Вот у вас данный Array, это тоже такая фишка, let up равняется 1 2 2 3 вот так. Вот у нас дан Array чисел, и мы в максимум тоже можем записать Array, но Array тут немного, то есть если здесь мы просто через запятую записывали символы, правильно? Чтобы найти максимальное. Но когда мы хотим найти максимальное внутри Array, нам надо, вот это можете записать, это как без синтексис, чтобы не забыть. Объяснения нету, это просто запомнить. А, спрейт, нам расскажет, Артур, чтобы раскрыть. То есть мы разворачиваем этот Array на числа, то есть 3 точки Array, и оно нам найдет максимальное число в этом Array, 17. То 0. Вот так работает максимум. Если вы вводите числа, то через запятую вводите числа, он найдет вам максимальное яснение. Если вам нужно максимальное число внутри Array, то 3 точки и имя этого Array, оно подставит туда этот Array и найдет в нем максимальное и минимальное значение. Не, ну так еще понятно, а вот когда было выражение, я даже не подумала об этом, что это одно число. Выражение, да, оно вам считает просто выражение, сначала считает результат этого выражения, а потом его просто принимает, как будто это обычное число и работает с ним дальше. Понятно. Спасибо. Ну, все. Еще какой-то вопрос есть? Видимо, нет. Ну, все. Всем спасибо, что пришли тогда. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Всем пока. Ребята, кто-то знает, запись будет этого занятия или нет? Ребята. Да, Валя. Нет, запись не знаешь, Сережа включал на запись или нет? Не знаю, он обещал все в комментарии где-то, что включит, но я не видела, я не могла подключиться, у меня все фонило тут. Я не видела, включали или нет. Отключаемся, да? Наверное, да. Всем пока. Спасибо большое. Пока. Пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...